Более 50 юных скалолазов из различных городских учебных заведений стали участниками соревнований по спортивному туризму. В искусственно созданных условиях ребята преодолевали маршрут из шести этапов. Мероприятие подобного типа в нашем городе проводится уже во второй раз, итогом которого станет отбор на республиканские соревнования. Параллельное ли воздушное переправа, бабочка, перепрыгивание через обрыв с помощью веревки – эти и многие другие элементы юные скалолазы выполняют с особой осторожностью. Среди спортсменов ученица 10 класса – Камила Сифиханова. Туризмом школьница увлекается уже два года. Взяв за основу этот экстремальный вид спорта, решает проверить свою выносливость и физическую подготовку. Мы участвуем в соревнованиях не первый раз, это уже подобное соревнование, уже второй раз мы тут находимся. Тренировались мы на этой же площадке. Это интересно, это забавно, это здоровый образ жизни. Маршрут соревнований состоял из шести этапов. Преодолеть все задания командам надо в максимально короткое время, причем необходимо выполнять все требования безопасности. Потому ребятам было предоставлено специальное снаряжение. За каждым действием участников следит судейская коллегия. Любая ошибка влечет за собой предусмотренную систему штрафов. Цель этих соревнований, во-первых, ребят привлечь к этому направлению жизни, даже жизнедеятельности, в таком отношении к здоровому образу жизни. То есть обычно, когда природа, она взаимосвязана с этим. Одной из целей, это в первую очередь подготовить команду для республиканских соревнований, набрать ребят, притянуть, пригласить их на выезды, на соревнования, чтобы они увидели, чтобы как можно больше ребят это все прочувствовали. Спортивный туризм в Дагестане развит слабо. В Каспийске пока что отсутствуют базы для тренировок. Но у юных участников есть реальная возможность проложить свою тропу к этому виду спорта. Любительские занятия в скором времени могут перерасти в профессиональные, что позволит скалолазам покорять горные вершины и увидеть неимоверную красоту нашего края. Это будет двойный этап. Все, он перешел, ему радует право переходить. И так далее. В эти выходные ребят ждут уже республиканские соревнования, на которые отправится команда девятой школы, победитель городского первенства. Второго места удостоилось общеобразовательное учреждение номер два. И на третьей ступени пьедестала учащийся четвертой школы. Все участники туристической эстафеты получили в подарок термокружки и компасы, одни из самых важных атрибутов в каждом рюкзаке путешественника.